и Украине. Значит, пожалуйста, ближе к компьютерам. И у нас присутствует Константин Леонидович Бугайчук, это университет внутренних дел, тоже один из активных участников дистанционного обучения. Пожалуйста, тоже Константин Леонидович, или вы со своего... Он с планшета, да, будет участвовать в этом процессе с планшета. Значит, и остальные, я так понимаю, это уже гости, карфорские все сидят и слушают, о чем будет у нас идти речь. Да, у нас сейчас вот подключилась еще Наталья Алексеевна Калиненко, это Луганск, она тоже будет участвовать со своим докладом, ну, не в это заседание, не в это заседание. Значит, ну и прежде чем, наверное, начать, я общее такое знакомство сделал. Значит, я хотел бы, собственно говоря, начать наше заседание с того, чтобы мы определились вообще с целями, задачами нашего семинара. Значит, что мы будем здесь обсуждать, какие вопросы. Значит, у нас в прошлом году прошла достаточно большая конференция, которая называлась... у меня название длинное, но, в принципе, короткое название, это дистанционное обучение в Украине. И в этом году мы решили провести сначала семинар, а вот в следующем году мы опять соберем здесь, в Харькове, с представителей, я надеюсь, не только Украины, но и России. У нас в прошлый раз тоже были гости из России. И мы с вами будем обсуждать проблемы дистанционного обучения. А вот семинар, который мы проводим, сейчас это, ну, с одной стороны, можно считать подготовкой к той большой конференции, которая у нас будет. Ну и, соответственно, мы вынесли на вот это вот заседание вопросы, связанные с педагогикой, то есть психолого-педагогическими вопросами дистанционного обучения. На конференции мы очень много слышали, как организовано дистанционное обучение в ведущих университетах Украины, как это сделано в России. То есть этот процесс, как правило, ну, будем говорить так, меняется очень мало. А вот то, что касается педагогики, то сейчас ситуация очень резко изменилась. То есть появление новых технологий, которыми мы с вами с успехом используем в интернете, привело к тому, что, в принципе, очень большие изменения произошли вообще в обществе. Особенно, я не знаю, насколько вот вы проинформированы, сейчас в Соединенных Штатах вообще-то идет ажиотаж вокруг дистанционного обучения, потому что все ведущие университеты Соединенных Штатов нам предлагают абсолютно бесплатно так называемые массовые открытые дистанционные курсы, в которых вы можете учиться, зарабатывать кредиты и, в принципе, при желании даже дистанционно закончить ведущие университеты Соединенных Штатов. Значит, обучение полностью бесплатное, ну а там дальше начинаются различные оплаты уже за сертификаты, кредиты, подтверждение идентичности и так далее. То есть вот такие вещи сейчас происходят. Поэтому, естественно, возникает вопрос, а где мы находимся, куда мы идем, что у нас происходит. Ну, мы с вами сейчас очень много слышали о том, что вообще современное общество – это общество знаний. И на первое место выходит человек, который умеет работать со знаниями, который может их находить в интернет, который может их использовать в своих технологиях. Это одно направление сейчас очень серьезное, важное. Второе, в принципе, это ожидание студентов. Здесь тоже есть масса всевозможных проблем. Ну, например, проблема в Соединенных Штатах, очень серьезная проблема. Стоимость обучения в американских университетах очень дорогая. Ну, он говорит так, обычный университет, если вы будете государственно учиться, это 20 тысяч долларов в год. Если учиться в коммерческом университете, это 30 тысяч долларов в год. А если вы хотите в Гарварде учиться или вы хотите в Массачусетсе учиться, то это 50 и может даже больше. То есть это уже очень серьезно даже для американцев. Поэтому, естественно, вот эти новые направления, бесплатные курсы в интернет, это очень серьезно. Ну, и, конечно, новые технологии, которые меняются буквально, ну, он говорит, чуть ли не ежемесячно. Что является ключевым вот в настоящее время в педагогике, которую мы с вами будем заниматься, разбирать сегодня? Ну, прежде всего, это гибридное обучение. Гибридное обучение – это использование дистанционного, технологии дистанционного обучения в очном обучении, сочетание удаленной работы студента с работой в аудитории. Это появление новых людей, сообществ, практики. Очень важное направление. Это открытые ресурсы. Сейчас очень много говорят не только об открытых массовых курсах Соединенных Штатов, а есть открытые ресурсы. Ну, вот, как пример у нас Константин Леонидович сделал поиск по Украине. Вот есть у нас открытые образовательные ресурсы в Украине. Есть Юрий Яковлевич, единственный человек, который предоставляет открытые образовательные ресурсы для средней школы. Других мы не нашли, да, Юрий, Константин Леонидович? Гораздо, да? То есть вопрос открытых ресурсов очень важен. Вопрос свободы выбора, контроля, места, метода обучения студенту – это очень важно сейчас становится. Новая форма оценки. То есть все говорят, ну, как можно оценивать студента, если он находится, Бог знает где. А может быть не он учится, а мы ему ставим оценку. Как выяснить, кто учится, за что мы ставим ему оценку? Ну, вот, соответственно, вопросы неформального, самонаправляемого обучения тоже становятся в педагогике очень важным моментом. Ну, вот, я здесь вам привел, это таксономия облома, современные этапы, как демонстрация. Вот вы понимаете, ситуация, нам надо с вами студента поднять вот на самую вершинку, да, вот сюда. Чтобы он у нас был креативный по всем направлениям, чтобы он все знал, все умел, творил и так далее. Как это сделать, это тоже проблемы, которые мы с вами должны решать. Второй момент, следующий момент – это мобильность. Мы с вами сейчас работаем, вот в этой аудитории, пожалуйста, Wi-Fi есть. Вы можете сейчас все, что здесь происходит, видеть на своих планшетах. Почему? Потому что Wi-Fi, это вот система, которую мы используем, она поддерживает HTML5 уже. То есть можно уже, сидя в поезде, да, используя свой планшет, можно совершенно спокойно участвовать в различных вот таких вот мероприятиях, обучаться, слушать лекции и так далее, и так далее. Соответственно, возникает вопрос, а что такое мобильное обучение в почве? Ну, понятно, это доступ, это работа в облаках, это прозрачность, можно играть, можно работать синхронно, асинхронно, как мы хотим. Мы можем смешивать различные технологии и их использовать для себя. То есть это вот те вопросы, которые есть. Вы знаете, вот я, когда готовился к этому вебинару, я зашел на сайт Аль-Суллера и оттуда взял вот такую вот схему. У меня это было желание сначала ее переделать под дистанционное обучение. То есть, вот, дескать, что тут должны быть. То есть, что такое система ТРИС, система АРИС, это общеизвестная система подготовки работников высокой квалификации и самое главное, создание абсолютно новой техники. То есть, если мы хотим создавать новое, в общем-то, мы должны с вами, посмотрите, что нам говорит Аль-Суллер. Мы должны с вами, первое, иметь некую теорию. Данная ситуация нам предлагает ТРИС. Значит, эта теория нам позволяет получать стандартное решение. Дистанционного обучения у нас в теориях достаточно. Мы сегодня все с вами попробуем рассмотреть. Но у нас с вами стандартное решение. Мы уже научились делать. У нас есть на любой дистанционный курс уже есть фактически стандарт. Но стандарт это, в общем-то, решение не самое сильное. А вот если мы хотим сильное решение с вами получать, получать абсолютно новые, уникальные дистанционные курсы, нам надо, в первую очередь, наверное, знать закономерности развития педагогических технологий. Наверное, педагогических теорий. То есть, куда они перемещаются, что с ними происходит, какие теории работают, какие теории не работают. Тогда мы с вами, имея, зная тенденции развития, ну, в технике понятно, тенденции развития техники, да, в общем-то, это у нас вроде как реализовано, новые технологии мы получаем. А в педагогике у нас есть это направление? Если оно есть, тогда мы можем, например, применять элементы АРИЗа. Есть работы, вот вы видите ссылочку, 3С шанса, они там рассказывают, как это можно использовать в педагогике. И тогда мы будем получать с вами уникальные дистанционные курсы. Но самое главное, у них будет высокая результативность. То есть, люди, которые будут проходить этот курс, будут получать знания самого-самого высокого уровня. Ну и в заключении вот моего вводного такого, вводной части, вот мы с Александром Александровичем этот вопрос обсуждали. Мы предлагаем коллективу, который здесь собрался, ведущим специалистам, которые работают здесь по аудитории, и те, которые находятся сейчас дистанционно. По результатам нашего семинара подготовить книжку. Книжка, ну, пока условное название. Это «Современная педагогика», в которой вы видите 4 раздела. То есть, современные педагогические теории, как основа инновационного педагогического процесса, это самый, наверное, большой раздел. Поэтому мы предполагаем, что здесь каждый раздел возьмет кто-то из наших коллег, напишет эту часть. То, что касается вот 2-го, 3-го, 4-го раздела. Ну, во-первых, здесь мы бы просили вот команду Джонсона и Лихотскую Ларису Леонидовну подключиться к этому направлению и написать нам хорошую главу по вопросам подготовки кадров высокой квалификации. То есть, по контролю, диагностике, дистанционному обучению. Вот Александр Геннадьевич недавно защитил с блеском диссертацию по контролю знаний. Да, и смотрит в сторону диагностики знаний. Вот я думаю, он будет нам выступать. Он, я думаю, мог бы взять на себя вот эту часть. А вот третью часть, мобильный кампус. С одной стороны, был очень интересный вебинар, проведенный Джонсоном. В рамках этого семинара у нас было проведено 3 заседания. Мы провели заседание по мобильному кампусу. Джонсон рассказывал, как это в Соединенных Штатах делалось. Вот я думаю, что Константин Леонидович вместе с Травкиным объединятся. У них там, они проходили массовый открытый курс по мобильному обучению. Вот они с Травкиным объединятся. Я надеюсь, что они подготовят нам тоже раздел в эту главу. В общем-то, ну и возможно, у нас есть очень интересный опыт в Украине. Вот я недавно был в Винницком аграрном университете. Смотрел, как они организовали свою систему работы студентов в ресурсах. Там очень серьезная работа. Я думаю, что здесь есть нам, что сюда написать. Значит, я надеюсь, что 15 декабря мы получим эти материалы. А к Новому году, да, когда Александр Горсиньевич, мы, наверное, сможем отредактировать, подготовить им оригинал материалов. Надо, значит, будем готовить. Значит, будем готовить. Но все, если нам дадут. Да, 15. Как, коллеги? Нет, ну у нас много материала. Единственное, должна быть общая идеология. Да, должна быть выдержана общая идеология. Скорее всего, что нам придется с Александром Александровичем вам пересылать на доработку, наверное, этот материал. И чтобы мы не в ваш текст. Ваш текст все-таки авторский. Александр Горсиньевич, как? Обязательно, российский, потому что много россиян, а мы не понимаем, что это не правильно. Мы всем предлагаем пользоваться гугл-переводчиком. Насколько я понимаю, по количеству участников в наших дистанционных курсах гугл-переводчик россияне уже освоили. Поэтому они спокойно читают наш украинский текст. Значит, вот, коллеги, это то, что я хотел сказать в качестве такого небольшого введения. В общем-то, я думал, что у меня получится минут 10. Ну, я смотрю, где-то в районе 20 минут. Но, тем не менее, 10 минут мы с вами сэкономили. Все равно на этом. И я предлагаю, в общем-то, перейти уже к конкретной теме нашего вот этого заседания. Значит, мы с вами... Да, есть, наверное, несколько организационных моментов для гостей. Да, ну, у нас будет... Мы работаем в интернете по полтора часа. После этого у нас небольшой кофе-брейк. Кофе-брейк в 310 комнате у нас будет. Обед, в принципе, мы заказали там в столовой, да, несколько... Ну, будем говорить так, количество мест мы пока не заказывали, да, там или есть уже. То есть нам накроют, в принципе, нам обещали накрыть стол, но только надо будет сказать, сколько нам надо мест. И тогда мы приходим, там все накрыто, мы садимся, обедаем и расплачиваемся там. Так, это то, что касается сегодня. Завтра мы с вами работаем до обеда. Мы в 2 часа заканчиваем и в 2 часа мы сделаем такой торжественный обед, в общем-то, по вопросам тогда этого обеда, желающие участвовать в этом обеде, тогда подойдете вот к коллегам и мы определимся, сколько нас там будет на этом обеде. Это то, что касается организационных сторон. Значит, и если ко мне вопросов нет, или кто-то хочет еще сказать приветствие со стороны вот моих коллег, вот, я, наверное, Александру Александровичу продаю сейчас слово ему, сразу ему передам. Ну, я могу дополнить, коллеги, а меня слышно? Ну, ладно, я буду кругом, ладно, я буду поедать. Сейчас хорошо, да? Нет, опять нет. Безбол, сейчас. Да, безбол. Ну, вот. Нет, все там. Нет, все там. Нет, все там. Семинар, семинар. Все на обучение так. Не было ни одной конференции, а станционное обучение развивается достаточно эффективно, и почему-то все конференции назывались ИКТ в образовании, информационное, коммуникационное образование, технологии и так далее. То есть все, упор был, делался на средства, на компьютеры, на сети и так далее. И в неявном виде, или вообще в лучшем случае в неявном виде говорили о педагогике, а вообще в большинстве случаев вообще о ней и не думали. И вот только сейчас усилиями у Владимира Николаевича мы организовали такое мероприятие, в котором во главе, в названии стоит педагогика. То есть то, что должно быть, в конце концов, все остальное, это приложение к педагогике, к новой современной педагогике, о которой мы поговорим с вами в течение нашего мероприятия. Ну вот я, собственно, еще раз отметил значимость того, что вы сотворили. Спасибо. Кто-то еще хочет? Да, пожалуйста. Сейчас, секундочку, я вас включу вам. Так, у нас какой-то Шуляков? А, там микрофон включен, да. Нет, там в камере должен быть, в компьютере. Не-не-не, не этот. В компьютере должен быть микрофон, у вас в компьютере микрофон. Вот компьютер. В этом компьютере у вас микрофон. Да, да, да. Пора проводить конференции, которые посвящены электронной педагогике. Вот сейчас 2012-й. В прошлом году вы проводили первую конференцию. И я надеюсь, мы уверены, что сегодня это будет очень интересное мероприятие, в рамках которых вся эта тема будет в полной мере освещена, как со стороны Украины, так и со стороны России и со стороны наших западных американских экспертов. Спасибо вам большое. Спасибо. Значит, я хочу просто добавить, вот Александр Александрович провел очень интересный, вебинар, на котором уже поднял массу вопросов по педагогике. Значит, вот он сейчас нам еще, наверное, да, раз их повторит. Ну и, соответственно, вопрос, конечно, мы надеемся, что это вызовет отклик зала. И мы с вами все-таки не просто вот послушаем, да, а и обсудим эти все вопросы. Александр Александрович, пожалуйста. Сейчас на ваше место, да, председательский. Да, вот, чтобы видно. Я отодвину. Всем видно, Александр Александрович? Так, почечная аудитория меня видит, слышит. Я первый обращаюсь. Теперь второе. Как меня слышно, коллеги, ответьте в интернете. Поставьте плюсики. Хорошо слышно? Это ритуал обычный при проведении вебинаров и дистанционных занятий, проверить, как слышать тебя. Это святое дело начала всего всякого мероприятия учебного. Так, коллеги, я представляю здесь две российские организации. Это университет Синергия и факультет педагогического образования МГУ Ломоносова. Мои контактные отрепутаты внизу, и я готов всегда и открыт для общения. Так, здесь переключение. Вот сейчас я хочу с тем, чтобы какая-то дискуссия у нас развернулась именно в очном варианте, и, естественно, вопросы по чату будут задавать. Мне хотелось бы рассказать вам и поставить свое выступление в таком, может быть, необычном стиле. То есть я не буду докладывать, что вообще, почему современная педагогика, почему она есть, почему ее так назвали. Вот, а покажу, как мы, тот, кто серьезно занимается этими вопросами, идем к ней. Понимаете, мы еще не уверены, что мы пришли в конечный пункт, что мы достигли какой-то истины. Поэтому я поставлю проблему, скорее всего, поделюсь с вами теми проблемами, которые, в принципе, я не знаю, как решать, но ясно, что они стоят. Вот здесь проскальзывало такой термин, как электронная педагогика. Ну, и так назвали условно, понимаете, пока чисто условно. Может быть, назвать ее современной, электронной, некоторые называют ее цифровой педагогикой. Ну, вот сейчас я покажу, что, в общем-то, может быть, и не надо ничего переименовывать, никакой революции делать. Ну, давайте вместе, мне не хотелось бы пригласить вас вместе к размышлениям. Ну, вообще говоря, мне хотелось бы, чтобы я не буду вас спрашивать, вот те, кто у меня, посмотрим, что они ответят. А попробуйте, самый тривиальный вопрос, вот мы говорим, педагогика, педагогика, а попробуйте про себя, про себя вот сформулировать. Что это такое? Вот я не сомневаюсь, что этих формулировок, в общем, будут разные, и вас вызовет это некоторое затруднение. Когда я сам себе вот готовился, я только так, в конце концов, занимаюсь с педагогикой, доктором педагогических наук, а когда я себе задал вопрос, что это такое, мне пришлось поразмыслить и полистать, походить там, начиная с Википедии, к более серьезным изданиям. Так вот, не вы одни такие. Так, в чате у меня здесь, о, вот видите, у нас классический, вот очень много ответов. Вот еще, кстати, видите, вот наука, воспитание, обучение человека, искусство обучать. Вот я читаю ответы, которые получаю из интернета. А, кстати, кто-нибудь здесь, мы с Владимиром Николаевичем бонусы тут обещаем, кто-нибудь, может быть, встанет четко с дрожью в коленях и что-нибудь произнесет, нет? Боитесь, стесняетесь? Молодежь же все. Ну, конечно, Пасихов нам может, конечно, что-то сказать по этому поводу, но он молчит. Вот правильно, и не надо. Так вот, коллеги, значит, ситуация такая, что, готовясь, я посмотрел, что определение педагогики, ну, порядка 30 таких серьезных изданий и так далее. Ну, вот из этих, из этого множества, из этого множества я, ну, выбрал, например, вот такие. Видите, здесь довольно серьезные, это вот первое определение, скажем так, из Питерского педагогического университета Герцена, да, ну и так далее. Мардахаев, это Харламов, это классики, педагогики, еще советской, скажем так. И видите, воззрение на это, на понятие, на эту категорию, скажем так, достаточно различное. Ну, мне, например, ближе вот наука о педагогическом процессе, если она более строгая. Ну и так далее. То есть не смущайтесь, если вы увидите, увидите множество на различных подходах к этому. Так развивается наука, понимаете, ничего другого не придумаешь. И не надо думать, если много молодежи, что вот что мы скажем, то оно и есть истина. Ищите сами определения, приводите примеры, ошибайтесь. В этом, собственно, и заключена наука. Вот сейчас нам некогда проводить, но в интернете я проводил вопрос, опрос такой. Мне было страшно, интересно задать такой вопрос. Вот я вам привел, что в книгах, в литературе много определений этого явления. А вот что считает аудитория вообще, говоря, это хорошо или плохо, когда много? Так вот, спасибо. Вот, кстати говоря, мне казалось это глупый вопрос. Ну, конечно, все ответят. Вот, когда я задавал, ну, чисто риторически думал. Все скажут, да хорошо, конечно, припомните, что Мао Цзетуна, да, пускай расцветают все цветы, там, смотрите, китайцы куда рванули, да, после этих фраз. Вот, и я, когда мы провели автоматическое голосование в интернете, аудитория была порядка 60 человек. Там можно было получить сразу график. Вот, к сожалению, я его не сумел, не сумел скриншот. И получилось, что российские преподаватели участвуют в семинарах, конференции все-таки, ну, непростые преподаватели, которые этим серьезно интересуются. Так вот, большинство затрудняется ответить, а естественное положение, то, что Юрий Яковлевич сказал, вот, это оказывается совсем мало. То есть мы настолько, вот, еще советская система, не знаю, может быть, молодежь, она более уже расслаблена, привыкли, что нам говорят сверху, вот, сказали, вот, педагогикой это, вот, то-то, и все. Вот, вот, пока мы еще не научились быть свободными, формулировать свое отношение, свои взгляды даже вот на этот объект. И вообще говоря, не надо думать, что определение, которое мы с вами здесь будем вырабатывать, мы вам приводим. Надо всегда сомневаться, только в этом наука, в этом, и сомневаться, формулировать свое, искать понятия, раскрывать их, это понятие в принципе недостижимое. Надо тоже помнить об этом, это как истина, которая недостижимая, чем больше определений, тем лучше, естественно, тем ближе мы подходим к этому понятию, понимаете. Это прекрасно, когда много взглядов, вы начинаете анализировать то, что, вообще говоря, записано в России, и у вас тоже в законах развивать мышление, прежде всего, не информацию вас снабжать, понимаете, а развивать, думать, учить думать. Вот, собственно, мы с вами сделали попытку, как вообще и надо учить. Предлагайте свои, но никто пока не осмелился, но, в общем-то, это достаточно сложно. Я сейчас быстренько расскажу, вот, пройдусь по этому плану, у меня еще осталось 10 минут, вот, и поставлю скорее проблемы, которые стоят перед теми людьми, которые вот сегодня серьезно пытаются, пытаются сформулировать, что это такое, найти, вообще прочувствовать, что же такое современная педагогика. Вы знаете, я часто посещаю различные конференции, посвященные вот ИКТ в образовании, так их часто называют. Я думаю, следующие конференции уже в России и у вас в Украине будут звучать так же, как будет сформулировать сегодня Владимир Николаевич этот семинар, да, педагогика в современных средствах. Потому что, ну, еще, вот, казалось бы, это очевидная вещь, педагогика, а после все остальное, да, это, к сожалению, вещи не все понимают, а не все, а большинство пока еще. Вот, все думают, что компьютеры есть, сеть есть и все остальное, так сказать, приложено. Итак, вот, несколько конференций, значимых в России, вот, посвященные вот информационно-коммуникационным технологиям в образовании. Еще раз говорю, что педагогика там занимает пока 10% места, все остальное другие, другие проблемы. Вот, и что же здесь анализируют материалы этих конференций, выступления, литературу по этому направлению, можно выделить что, на что обратить внимание. Что, в основном, все носит описательный характер. Ну, описывает, как мы вот провели учебный процесс, какие результаты получили, и часто всего это, чаще всего, это хорошие результаты, которые достойны подражания. Но обращает на себя внимание тот факт, что это все эмпирика. То есть, чувствуете, это как в любой науке, которая только-только начинается. На первом шаге это сбор информации, обобщение, даже еще не дошли до обобщения. Вы представляете, мы с вами участвуем, вот вы участники, первых шагов зарождения новой науки. А наука всегда начинается с наблюдения, с формирования определений, понятий, что же это такое, и так далее. После выявляются закономерности, и далее, и далее, и далее. Неважно, техническая это наука, гуманитарная, все начинается с этого. Так что вот, коллеги, вы сделаете себе пометку, молодежь, вот когда, уже может быть, нас не будет, вот вы вспомните, что вы, вы были на мероприятии, в котором обсуждались началы науки, которые, может быть, в ваше время уже будут естественны. Ну вот какие категории, мы сказали, вот какие понятия. Понимаете, вы можете прочувствовать это, вот, знаете, вы уже марксизм не изучаете, а нас вот с Владимиром Николаевичем пичкали в свое время марксизмом-ленинизмом, вот, и всеми прочими вещами, вот. Вот, и сейчас, сейчас, там, по крайней мере, у меня осталось в памяти последние фразы манифеста коммунистической партии, там, признак коммунизма бродит по Европе, это признак бродит по Европе, это признак коммунизма. Я ее перефразирую, кстати говоря, когда меня заставляли читать Ленина, и это, я с отвращением это делал. А задним числом, я сейчас с удовольствием читаю, вот, и Ленина, до Маркса еще не дошел, но очень-очень интересно. Я обращаю ваше внимание, так сказать, что сейчас конференция последняя была в Америке, посвященная марксизму. Вот, вы наматываете на уст, то есть, опять возвращаются на новом витке, так сказать, тем же основным. Они завели наше государство, привели к ужасам, да, вот, советское, а возрождаются в образовании очень хорошо и сильно. Так вот, коллеги, вот этот призрак, вот мы хотим, я, по крайней мере, хочу показать вам, что сейчас призрак бродит по всей Европе, призрак вот этой новой педагогики. А в чем это проявляется? Пока еще эта наука не сформирована, но есть понятия, которыми мы уже пользуемся, да, а это понятия принадлежат вот этой новой, неизвестной нам с вами науке. Вот здесь перечислены, смотрите, дистанционное обучение там и так далее. Вот эти термины, они, понятия уже, они принадлежат к новой науке. Мы ими пользуемся, а науки еще, так сказать, пока нет, она только в зачаточном состоянии. Значит, вот вы еще раз присутствует при рождении этой новой науки. Ну, дальше вот здесь приводятся, эти категории раскрываются, мы не будем здесь их приводить, и электронное обучение, дистанционное обучение. Вот дело в том, что я с одной стороны сказал, что хорошо, как у Мао Цзэду, но пускай расцветают все подходы, да, а мы с вами все-таки законопослушные граждане. Да, вот у нас, например, в России записано в законе, дистанционное обучение это, вот видите, федеральный закон там и так далее. Вот я могу на семинарах говорить, что у меня есть свое мнение по этому поводу, но в стране будет больше порядка, если я буду пользоваться, так сказать, все-таки законами. Понимаете, вот еще раз говорю, что мы можем не соглашаться с ним и так, но мы с вами, вот я еще раз повторяю, молодежи обязаны, закон есть закон, есть такая, да, хотим мы того или нет. Ну, а в кулуарах мы можем высказывать свое мнение. Например, сейчас при вас, вот по критику, я думаю, что меня не посадят у себя, что вот этот закон, который сейчас приняли, фраза, она уже не годится, она уже устарела. Пока закон принимали в течение 10 лет, она уже устарела. Я, конечно, здесь нет времени, но вот типичная ошибка или признак отсталости, то, что здесь описано, взаимодействие обучающих, гося и преподавателя. Сейчас главное в обучении это взаимодействие между студентами в процессе обучения, понимаете, здесь уже упущена принципиальная вещь, ну и так далее. Вот электронное обучение, как у нас сформулировано в законе. Кстати говоря, настолько сложно, что я человек, который занимающийся этим проблемами уже много лет, я не могу понять, что же здесь законодатели имели в виду. То есть, видите, опять же, формулировка настолько сложна, что она достаточно непонятна. Информационная образовательная среда, персональная среда, это, Владимир Николаевич, ваш любимый ПУСы или ПЛЭ, да, ПЛЭ. Очень много уже, почему это, очень много понятий, категорий, которые говорят о том, что наука уже есть, коллеги, надо немножечко усилий, чтобы ее, так сказать, двинуться дальше. А наука начинается с формулировки понятий, дальше что мы должны, закономерности, какие-то принципы выделить, давайте посмотрим. Вот, кстати, новый вид учебных занятий. Я обращаю ваше внимание, вебинары уже стали неотъемлемой частью любого учебного процесса, даже очного. Это новое что-то, новое, совсем, так сказать, лет пять не было назад. Массовые открытые курсы, муки. Я очень благодарен Владимиру Николаевичу, у которого я учился на всех этих курсах. В конце концов, я узнал от него только что, есть такое на свете, понимаете, насколько это интересно. Вот, не было бы, так сказать, вот такого у меня знакомого, хорошего, да, Владимира Николаевича, я бы и не знал. А теперь это настолько, вот, последняя конференция у нас была в Москве проходила, она называется Smart Learning, то есть умное обучение, да. Вот, так там выступали иностранцы. Коллеги, у них, вот я не очень хорошо понимаю английский, но кое-что, кстати, улавливал. По крайней мере, во время доклада обязательно несколько слов я улавливал, мук, мук, мук. То есть, вот, это как раз сокращенное название массовых курсов, то есть, это уже, понимаете, нет докладов, которым бы это не упоминалось, настолько это, вот, стало популярно и неотъемлемо. Это новое, новое, это, наконец-то, единственный курс, точнее, вид занятий учебного, который невозможно, в принципе, провести в очном варианте. Так что, вот, Владимир Николаевич является единственным человеком, который на постсоветском пространстве, значит, ввел в наш обиход, и не только ввел, а провел уже несколько таких курсов с помощью, вот, еще у нас есть Константин Леонидович. Константин Леонидович, вы что загрустили? Вы же тоже, так сказать, первый помощник, правая рука. А, вы там заняты своими делами, да? Ну, вот, я здесь отметил начало вот такого распространения этих курсов у нас в России и Украине, ну, еще на постсоветском пространстве. Принципы, коллеги, кто-нибудь из вас? Кстати говоря, я сегодня, пока меня встречали, я очень ехал вот со студентом, которого вы мне порекомендовали, к моему величайшему удивлению, рассказал, что у вас здесь есть инженерные, инженерные, да, университеты инженерной педагогики. Это то вообще в России, о чем даже не заикались, я только рассказал, что в России такие были, и что у военных такие есть высшие учебные заведения, где готовят педагогов по инженерным специальностям. Так что вот, вы здесь довольно, фактически живете в педагогике. Так вот, кто-нибудь поднимите руки, вот очная аудитория, а то вы совсем там, смотри, сзади заснули, вас туда пригласили. Вот, если вы откроете классическую, неважно, какую книгу по педагогике, вот, что вы там увидите в обязательном порядке и чему посвящена одна треть этой книги, классической. Никто не помнит, но слабаки, если меня так спросили, я тоже бы не знал, а я же готовился, поэтому я знаю ответ. Так вот, значительная часть любого учебника, кстати говоря, я не знаю, может быть, это советские учебники и российские последние, может быть, украинские, наверное, мы с вами едины, что вы, что мы, посвящена принципам, принципам педагогики. Так вот, эти принципы, они считались столбами, основаниями, вообще говоря, существования всей педагогической науки. Ну и что мы скажем? Ну мы, конечно, не революционеры, мы их ломать не будем, но подвергнем сомнению, правильно? Так вот, коллеги, какой был первый принцип в советское время, педагогики? А? Они не жили, да? У вас еще не было в проектах. Коллеги, я вам скажу, страшная вещь, это признак партийности, принцип партийности. Ну вообще с вами не интересны такие разговоры, потому что вы все уже забыли, точнее не знаете. Ну сейчас, может быть, он переносил. Он называется иначе, но он остался. Ну остался, да? А, ну ладно, тогда вот видите, но... К сожалению, к сожалению... По-другому, да? Есть рецидивы, которые не искореняются. Юрий Алексеевич, поэтому, может быть, вот в данном случае, вот видите, в результате беседы я не сомневался, что это ужас какой-то, понимаете? Его сейчас вычеркнули, педагогика осталась, да? Оказывается, действительно, это принцип. А принцип в педагогике это почти закон. Я имею техническое образование и знаю, что это схоластика обычно. Но, в принципе, очень важно. Да, может быть, он остался. Короче, мы не революционеры и должны не зачеркивать их, а пересмотреть. Вот они здесь все перечислены и сформулировать новые принципы. Целесообразные, ну, здесь они перечислены, я не знаю, считаю себя неприличным читать то, что написано на слайдах. Короче говоря, перед вами, господа молодежь, вот можно так вас назвать, не знаю, как у вас принято, кстати, обращаться. Так вот, пожалуйста, принимайте участие, вот формулируйте в этом, собственно, прялись жизни научной. Так, концепции. Без этого нельзя. Коллеги, мы всю жизнь, всю жизнь, было теоретические концепции, они здесь перечислены. Видите, сколько их? Вот, их очень много. Вот, самый интерес в том, что они сейчас уже не действуют многие. Знаете, Каменский, ну, вы знаете, основоположник научной педагогики, да, все они, все, что здесь перечислено, нужно подвергать сомнению и вообще пересматривать. В свое время они были правы, теперь они не совсем правы. Ну, правы. Смотрите, концепция дидактического энциклопедизма. Значимая концепция в свое время была, да. То есть это, ну, если упрощать, то это учить, набивать мозги разной информацией. Вот. А с интернетом же пришлось, слушай, зачем, зачем, так сказать, делать всезнайк. Всякую информацию, любую, можно получить в интернете. Значит, это, в принципе, концепция уже не работает. А вот вторая концепция дидактического формализма, это что-то значит, да. Смотрите, здесь кто у нас, ну, дистервек, да, это вообще пистолотцы, это классики вообще мировой педагогики. Так вот, коллеги, это направление, которое развивает мышление и так далее. Вот, ну, даже, может быть, учить вас заставить древнегреческий язык, это полезнее, чем какую-нибудь другую науку. Вот. Вот, то есть развивать мышление. Это вот сейчас, оно, так сказать, очень важно. Ну, и так далее. Вот можно весь, сколько изучать всего это. Сейчас новые концепции, коллеги. Старые. Итак, еще раз повторяю, не будьте революционерами, смотрите старые, так сказать, не отбрасывайте полностью, анализируйте. И следующий идет, сейчас, новый концепция открытых ресурсов, да, концепция непрерывного образования и конъективизм. Ну что, давайте быстренько я скажу, сколько у меня там осталось, Владимир Павлович. Пять минут, да? Концепция, значит, самая малюбимая концепция открытых ресурсов, коллеги, это, я называю это, вот, коммунизм, образовательный коммунизм. То есть, то, что потерпело крах, так сказать, в социальной сфере, вдруг неожиданно возродилось в образовании, и, пожалуйста, все для блага, перефразирую коммунистические принципы, все для блага человечества, понимаете, все открытые ресурсы, пользуйтесь только, развивайтесь, все зависит от вас. Ну уж, если вы не хотите, то ничего не поделаешь. Вот, значит, здесь и программное обеспечение бесплатное, и сами ресурсы. Ну вот, я перечисляю, как это, как это развито хорошо, на зарубежном, видите, кафедру ЮНЕСКО сделаны, всевозможные проекты, университеты объединяются, и все выставляют в открытом, в открытом доступе. Вот, здесь можно листать, изучать, основатели, это Массачусетский технологический институт, посмотрите, сколько интересных выложено, поскольку здесь большинство техников, посмотрите, какие интересные ресурсы выложены. Калифорнийский университет поддержал это направление. Вот, сколько лекций, посмотрите, как читается лекция. Ну, в конце концов, я просто заставляю своих преподавателей на кафедре, посмотрите, что и как делается, так сказать, за рубежом, как они читают. Здесь без купюр сняты лекции по всем дисциплинам. Ну, например, Академия Хана. Это педагогический феномен, вообще исключительный, когда мы опять вернулись на новом витке к мелу и доске. То есть, учебный материал преподносится человеческим языком и рисуются всевозможные схемы, поясняющие. То есть, в конце концов, мы шли к мультимедиа, затратили кучу денег, а теперь вернулись к обычному преподавателю, который вам человеческим языком рассказывает и делает какие-то схемки вручную. Вы обратите внимание, это революция вообще, так сказать, в дидактике. Ну и так далее. Вот Россия не отстает. Вот, кстати, вы искали у себя там, да, это, по-моему, Константин искал у нас тут. Ну, вот в России много тут любопытных вещей. Это, по-моему, и от вас, кстати, Владимир Николаевич много узнал. Оказывается, что у нас много открытого. Вот так вот мы узнаем от наших соседей, что у нас есть. Ну, здесь я перечисляю, что у нас есть. Очень много интересного. Вот основатель нашего, в конце концов, даже не в конце концов, а особенно, они раньше сделали, чем МТИ, МОСУЧИСЕД, открыли все в доступе, это университет Интуит. Вот это другое образовательное учреждение, виртуальные университеты, ну, тоже есть чего. Концепция непрерывного образования. Казалось бы, естественно, да, вы сейчас закончите, получите диплом и будете все равно после этого учиться всю жизнь. Исследование, откуда начинается это, то есть тоже не так все просто, как я вам представил, а начало откуда. У нас сейчас, вот я здесь опечаток вам взял, перитональная педагогика, да, вы слышали о таком? То есть важное направление, то есть образование ваше начинается еще в чреве матери. Вот если вам там не читали сказки там, не образовывали вас, когда вы еще были маленькие там, то совсем маленькие, да, вот, то это что-то недостаток. То есть я думаю, в будущем мы будем уже дисциплины уже высшего уровня зачитывать мамам, пока они ходят вот в этом периоде. Ну, а я не говорю, когда кончается, может быть, есть параллельные миры, там, скажите, мы будем учиться всю жизнь. Конъективизм, здесь я ничего не буду говорить, коллеги, это здесь специалисты такие, как Владимир Николаевич, вот, Бугайчук, Константин, они знают гораздо больше. Их, кстати говоря, об этом направлении я у них узнал. Вот, ну, объект, предмет, здесь тоска начинается смертная, коли мы нащупали эту педагогику для того, чтобы, вот, понимаете, я вам показал, что есть такая, есть и категория, есть и принципы уже, все есть. Но чтобы перед научно-педагогической общественностью, то есть перед академиками, ортодоксальными педагогами сказать, что действительно такое есть, вот, вам нужно определить объект и прочее, 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 предмет, вот, все, все это занудство, которое требуется при защите диссертации. Вот предмет здесь написан, вот такая птица, я, последнее слово у меня есть, да, вот, главная из предмета, значит, вот, цель, значит, содержание и так далее. Вот эта птица, мне нравится, я такое изображаю, она красиво сделала, слева педагог, справа, вот, преподаватель, а внутри вот эти вот животы, это как раз набит технологиями. И обратите внимание, все, все занимаются в основном ЭКТ, которые внизу сидят, вот, внутри, а никто не говорит ни о целях, ни о содержании, то есть тех основ педагогики. Вот только мы с вами здесь впервые занимаемся педагогикой. Ну и теперь, вот, последнее, заключительное, вот, новая педагогика, в свое время я ее назвал электронной, посадил вот в систему наук педагогических, здесь вот она обозначена. И долго-долго, года три, наверное, я думал, что я сделал открытие, вот, поставил красную такую точку, не точку, а квадратик, и все почему-то соглашались со мной. И вот кончилось с тем, коллеги, что я убедился вот совсем недавно, что я допустил колоссальную ошибку. Нет такой электронной педагогики, а педагогика, она из классической, она потихонечку, и вот эволюционная, в процессе информатизации образования превратилась в новую, а в виде вот тех принципов и понятийного аппарата, о которых я вам говорил. То есть старая педагогика еще жива, но она отмирает, а новая появилась. Поэтому отдельной такой педагогикой, которая здесь указана, ее нету. Она пронизывает все педагогики, которые до этого существовали. Вот к чему я пришел и вам сознаюсь в этом. Так что вот сейчас все педагогика, можно по умолчанию говорить, что она электронная. Понимаете, по умолчанию она электронная, но она вся электронная. Так что это слово можно опустить. Ну здесь проблемы перечислены. Пожалуй, все, да, Владимир Владимирович? Я могу, конечно, печатать. Здесь страшно интересное. И выступает в новой педагогике. Кстати говоря, мы можем организовать сейчас конкурс. Как ее назвать лучше? Современная, электронная, новая? Может, у кого-нибудь молодые ему что-нибудь подскажут? Вот, спасибо большое. И то, к чему я пришел, педагогика, она всю жизнь была. Педагогика на этом останется. И нечего выдумать. А вот, кстати говоря, вот еще, смотрите. А почему тогда, вот оппонирую, почему сейчас нет? Перинатальная, нацферная, биосоциальная, ювенальная. Видите, сколько педагогик? Я направляю, очень много новых, направляю с собой. Думаете, это вот... Я направляю, что вы пишете, когда вы пишете. Да. О, ну уж, если вы пишете, то, конечно, я ее красным... Хорошо. Согласен. Значит, это... Согласен. Мы поговорим по этому в куларах. Это очень важное направление. Я тоже сейчас... Нет, здесь... Да ради богу. Вот мне, кстати, вот только началась дискуссия. Владимир Николаевич нас вот всех собрал, привез вот для того, чтобы мы здесь рассуждали, чтобы люди видели, во-первых, что наука развивается, что мы сами больше многого не знаем. Вот мы не сидим вот здесь с Владимиром Николаевичем, мы говорим, что вот... Вот мы такие молодцы, вот мы раз и навсегда. Да, конечно, не можно. Спасибо. 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 Да, я... Этот акцент у меня все больше и больше увеличивается. Я, к сожалению, эмигрант. Да, эмигрант, абориген, вот молодежь справа и слева, вот, ну, Бугайчук. Константин, хватит нам писать в это. Вы скажите, вы кто? Аборигент или эмигрант? Промежуточный. Вот, 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 вот промежуточный. Это вот... Да, и в то же время... А, кандидатский сдавал, да? Еще бы там было. Вот, коллеги, да, у меня уже, значит, вызывает панику просто обилие этих гаджетов. Я консультируюсь постоянно по электронной почте вот с Константином, он меня спрошу там, как пользоваться. Я уже не успеваю, меня вызывает уже головная боль все это. Мне хватило бы и электронной почты. Я бы умер счастливый с ней. Вот. Действительно, это проблема номер один. И вы затронули, как я понял, проблему историзма. То есть истории должны знать все. Вот я тоже начинаю сейчас... Начал писать небольшие отрывки из истории дистанционного обучения. Я считаю, что очень важно, но мне как кажется, что писать эту историю надо, когда все, все основоположные, те живые, которые начинали, к сожалению, извините, умру. Потому что я начал писать даты, когда возникло. Мне кучу, я в общем, особенно кто первый начал, кто первый, они меня там говорят, Андреев, а почему ты вот написал меня? Я публиковал это. Они, почему меня не упомянули? Постоянные звонки. Я в редакцию звоню. Впишите здесь. Я действительно забыл этого товара. То есть такая драка пошла. Я не думал. Поэтому я успокоился сейчас и думаю, пускай пишут или молодежь, или когда все умрут, будут писать об этом. Иначе писать невозможно. Спасибо. Дири Яковлевич. Можно, но реплику и вопрос. Ну, в самом начале пытались использовать дискуссию, написать, что такое директор. Если абстрагироваться, всего этого, ну, в образовании, да? Вот у меня не воскладывается впечатление, что она способна жить отдельно от образования. К сожалению. Мне кажется, все так просто. Педагогика, наука, образование. Она владела инструментами словом. Она владела инструментом плутом, линейкой по пальцам. Сейчас она владеет социальными сетями, интернетом, еще чем-то. Это инструмент. И все. Новая она или старая, это педагогика. Это наука в образовании. У нее просто меняется инструментальный набор. И, естественно, если мы хотим научить лучше, мы обязаны использовать более современные инструменты. И точка. И тут, по-моему, нет темы ни для дискуссий, ни для изысканий. Ну, возможно, я ошибаюсь. Но у меня такая. А теперь вопрос. У нас на Украине очень модно в последнее время говорить о так называемом компетентностном подходе к образованию. Во время своего выступления вы несколько раз взбивнули слова развивающего печенья. У нас это табуировано становится. Вот скажите, пожалуйста, ваше отношение к концепции, если вы этой знакомы, конечно, если нет, присчастливый человек, с концепцией вот этой вот компетентностного подхода. И как эта концепция, если она существует, так она ложится вообще на электронное образование, на то, что мы ошибочно называем электронной педагогией. А на самом деле это просто педагогика новая. Вопрос понятен? Я может быть... Так, нет, все понятно. Ну, как по порядку, да? Первое. Ну, мы здесь, меня поддержали, что... Я, по-моему, пытался сказать, что никакой новой педагогики. Хотя это... Нет. Вы понимаете, вам заявляет заведующий кафедрой электронной педагогики университета, да? Он говорит, что ее нету, да? Как меня... Я приеду сейчас, наверное, у меня ректор скажет, Андреев, вот он, может быть, там и наблюдает меня, скажет, ты что это там говоришь? Ну, к сожалению, так. Это вот такая жизнь, понимаете. Мы были убеждены, когда ее обосновывали, что это электронная педагогика, что нужна такая кафедра и так далее. А сейчас вот... И, кстати, здесь вот авторитет пасехов, это безусловно, да? Я тоже считаю, что она просто другая стала. Ну, то же самое педагогика, инструменты изменил, что-то изменило. Да вот меня поддержали, вы простите, я так... Вот, да? Вот, тоже... Ну, я думаю, что в конце концов станет ясным, очевидным, что это педагогика, есть педагогика, как пасехов нам сказал. Да, извините, без имени. Вот. Теперь второе. Если вы думаете, что я что-нибудь понимаю вот в этом компетентном подходе, что от меня требуют, вот как вы учитесь, учите, вот я посмотрел там ваши вебинары, вот так это как раз то, к чему мы должны стремиться. Развиваем мышление, навыки, делай сам. Ну, это как на пальце все понятно. Педагогическая наука развивается в этом направлении успешно и требует от бедного учителя, преподавателя реализации компетентного подхода. Что делать? Вот, к сожалению, наши учителя и я сам тоже страдаем от того, от этих вот указаний сверху. Значит, сейчас я приеду, мне нужны новые программы, которые я всю жизнь читал, переделать под компетентный подход. Представляете, это мои мозги должны быть повернуты так, что написать, вот чтобы сверху, опять меня сейчас запишут, а после, значит, чтобы, как я вырабатываю в том, что я всю жизнь, чем я занимался, где там компетентность и подход, где там вот эти все компетенции я вылазил, они как у меня проявляются, как я их добиваюсь. То есть, я оценю, оценю вот это, не знаю. Вот это, кстати, я бы с удовольствием под... Было, Юрий Яковлевич, в интернете было два вебинара проверено по поводу компетентностного подхода. Значит, один вебинар провела Локтева, это Минск. Она рассказывала о том, что это эмоции, там, поведение и так далее, и так далее, это компетенция. А другой проводил на умом. Тот совсем другой я говорил. Вот сейчас там Константин Леонидович вместе с Травкиным пытаются, там, я так понял, да, он тоже участвует в или нет, 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 а он пытается один свести их все вместе и, может быть, из этого какое-то рациональное зерно вытащить. Но пока, пока... В принципе, это очень просто, но если по рабочей, крестьянски, это знание, умение, компетенция, знание, умение и плюс вот что-то над профессиональное какие-то... Ну, это вот никто не узнает и никогда не оценит там. Кстати, я хочу вернуться немножко назад вот по поводу аборигенов и эмигрантов. В общем-то, автор этого высказывания вообще-то задумался, а правильно ли он вообще людей разделил на эмигрантов и на аборигенов. Почему? Вот я могу вам показать, допустим, персональная учебная среда нашего студента, который постоянно находится в интернете, она очень легкая, на самом деле. Кроме ВКонтакте, там ничего нет, он просто другого ничего не знает, что есть в интернете. Ну, разве что Ютуб? Еще. Вот два... Хотя на самом деле для его работы, для его учебы, для его жизнедеятельности, есть масса интересных представителей, что он просто знает. Да, вот... Тогда, пожалуйста, ближе сюда, чтобы мы слышно... Вы знаете, этот термин, в общем-то, может быть, раньше он был очень популярный, вот, и очень многозначный, я бы сказал, что это инструменты, например, виртуальная среда обучения, это Learning Management System, это... Да, это не более, вот, я бы сказал, что... Иначе мы можем так дискутировать, здесь очень много понятий, но я имел в виду, вот, инструментарный. Так, ну, давайте так, мы, коллеги, вопросы, мы на все сразу не ответим, мы к ним еще будем возвращаться, потому что я хочу сейчас передать слово, вот, Юрий Васильевич, Тилусу, так, он у нас сейчас, насколько я понимаю, я его включал, да, Юрий Васильевич, у вас все настроено, и вы можете прямо включать свой микрофон и говорить, значит, вы можете управлять своей презентацией, вот, я вам ее включил, так, наверное, назад, да, надо немножко... это я, наверное, листал, вот, Юрий Васильевич, мы вас слушаем, так... Не слышно? Не слышно, нет? Да, слышно, мы слышим вас. Шановные участники семинара, щиро вас вітаю из Шевченкового окрая, из города Черкассы. Хочу побажать вам всем успехов, вселяких гараздеров, пледной работы, инновационных людей и их реализации. Ну, враховываясь еще наш семинар, мой международный статус, я буду говорить, надали российскую мову. Мое выступление и материал, который я подготовил, является некоторым логическим продолжением тех выступлений, которые звучали на конференциях и, в частности, на прошлогодней конференции в Харькове, которая была посвящена вопросам инновационного образования в Украине, это школа-семинар 10-й, который был в феврале месяце. И там я пытался говорить об инновациях, о педагогических инновациях, об инновационных педагогических технологиях. И в тех выступлениях я пытался создать свое видение модели использования инноваций, рождения, внедрения, в частности, педагогических инноваций. Получилось ли мне это хорошо или плохо, досудить вам, тот, кто слышал, может быть, видел эти материалы. У меня многое откликается от того, что оговорили Илья Илья Ильев. Над этим надо действительно думать. Я согласен, что надо не бояться выражать свое тем или иным понятиям. Я не говорю, чтобы давать определение, а вот свое видение на украинском языке красиво звучит, тлумачение этих понятий. Я не боюсь этим заниматься. И вот предоставляю вам возможность познакомиться с некоторыми из них. Я зачитывать их не буду. Вот свое видение и понимание таких вещей, как инновация, таких вещей, как процесс создания инноваций, составляющих этого процесса, тагическая инновация. В большинстве случаев это результат анализа тех пояснений или понятий, те определения, которые дают современные педагоги. И тем не менее, для того, чтобы двигаться дальше и развивать не только теорию, а все-таки ее использовать. Известно, что критерий истины, это все-таки практика. И вот те идеи, мысли, те наработанные модели, которые были предложены, в течение почти этого года мы старались как-то внедрить. И небольшой опыт системности, последовательности реализации этих наших идей я хочу вам предложить на примере подготовки IT-специалистов, будущих IT-специалистов, поскольку именно они сейчас стоят на острие тех событий, которые происходят. Они будут на передовой IT-фронта, потому что именно они будут их создавать, внедрять и так далее. И в процессе их подготовки возникает очень много проблем, которые диктуются современным состоянием информационного общества, его будущим. И вот некоторые мысли в этом направлении я хочу с вами поделиться. Можно увидеть некоторые и общие подходы, которые касаются не только IT-специалистов будущих, но и подготовки обычных специалистов с высшим образованием. По моему глубокому убеждению инновационной технологии образования есть по крайней мере двух составляющих. Это инновационные педагогические технологии и инновационные информационно-коммуникационные технологии обучения. Опять-таки я привожу для дискуссии некоторые толкования этих составляющих. Хотел бы сказать, что на моему убеждению среди инновационных педагогических технологий, которые наилучшим образом интегрируются с ЭКТ сегодня, это обучение в сотрудничестве, это ситуационное обучение, это метод проектов, методы проблемного обучения, продуктивное обучение, ну и некоторые другие технологии. А так-таки свои инновационные ЭКТ обучения я тоже представляю на ваше обсуждение. Пожалуйста, можно будет ознакомиться. Я их не зачитываю, можно будет с ними познакомиться. Выступая год назад практически, я выделил, по-моему, с моей и более инновационные ЭКТ обучения, которые используются в ВУЗах. Это перекликается с тем, что я говорил, и Владимир Николаевич, и Александр Александрович. Я выделил такие технологии к дистанционному обучению, электронно-мобильному обучению, информационные образовательные среды, сообщества, образовательные сервисы и услуги ВЭП 2.0, ну и, безусловно, сегодня без облачных технологий, наверное, мы тоже не мыслим в учебный процесс и особенно в высшем образовании. Ну, имеем ли мы какое-то моральное право говорить об этих вещах, не имея какого-то фундамента или определенного пути. Хочу сказать, что Черкасский государственный технический механизм последние года 2-3 очень интенсивно занимается этими вопросами. Нам удалось создать нормативную базу для технологии дистанционного обучения. Мы создали определенную систему управления, в основе которой лежит центр дистанционного обучения. Создана материально-техническая база и программное обеспечение для использования технологии дистанционного обучения. Разработана и внедрена система электронного обучения на базе известной вам УДУ и с мобильного доступа. Сделаны определенные шаги и попадки. Кадровое обеспечение дистанционного обучения. Мы подготовили на сегодня 64 преподавателя, которые прошли курсы по основам дистанционного обучения и в университете, и благодаря университету менеджмента образования города Киева. Созданция учебно-материальная методическая база для использования технологии дистанционного обучения. Если говорить об IT-специальностях, то сейчас в работе 20 электронных учебных курсов, которые размещены в соответствующей системе обучения. Ну и мы имеем определенный опыт, который исчисляется по крайней мере тремя годами. Если говорить непосредственно о подготовке IT-специалистов будущих, я хотел бы выделить несколько аспектов, которые определяют те проблемы, с которыми мы столкнулись и которые нужно учить в подготовке. Во-первых, это контингент студентов, которые обучаются. Здесь можно выделить такие особенности. Это студенты, которые свободно владеют контингентом, которые изучают в процессе обучения различные программы обеспечения, как общего, так и специального назначения. Они широко используют интернет-ресурсы веб-браноль в повседневной жизни. Начиная с третьего курса у нас от 30 до 50% студентов работают в большинстве студентов. Дополнительно учатся на различных курсах в области Северен-ПТ. Это им дает расти по служебной иерархии, скажем, свои профессиональные навыки. Ну и внедрять учения на протяжении всей жизни. Вот учитывая ситуацию, которая складывается в учебном процессе, мы и решили создать все-таки определенную систему, последовательно ее внедрять в учебный процесс. Она перекликается с теми инновационными подходами, которые я определил чуть-чуть выше, и как мы это делаем на самом деле. Перед тем, как говорить о технологиях, которые мы используем, подходах, я хотел бы еще сказать несколько слов о рынке труда, IT-труда, который сложился на Украине и на международном уровне. Он предлагает достаточно много вакансий. На следующих слайдах я покажу, насколько востребованы эти специалисты. Специалисты, не просто имеющие диплом, скажем, об окончании университета определенной специальности компьютера. Нет. Наши работодатели требуют, кроме профессиональной подготовки, требуют, чтобы наши выпускники были способны быстро обучаться, они умели работать в команде, коммуникабельны, желательно, чтобы они свободно владели английским языком. И все это требует от системы образования, внутреннего образования, технического образования, менять действительно весь учебный процесс. Некоторая статистика, для кого, может быть, будет это интересно, это данные электронного издания Компаньон за октябрь месяц. Топ-десятка наиболее востребованных профессий на рынке труда. Вы видите, что первые семь позиций, это позиции айтишников. Интересный индекс HH, который использует это издание, в знаменателе это предлагаемые вакансии, а в числителе это те предложения или резюме, которые подаются на эти вакансии. Посмотрите, что делается с айти специальностями. Предложений меньшее, вакансий больше, чем предлагают резюме претендента на эти вакансии. Это официально, но это так оно и есть. Если говорить вот о тех требованиях, которые я сказал, что много мы выпускаем сейчас любой университет, практически технический университет, классический университет, выпускает специалистов в области айти. Но посмотрите, они не удовлетворяют работодателя. И это большая проблема. Как поменять это решение, хотя бы как на уровне менеджера по работе с клиентами или маркетологи, как вы видите ниже. И что касается особенностей, то для наших студентов есть большой стимул, мотивация. То есть рынок труда для них открыт. Они не будут безработными. Боже того, за эту работу платят и достаточно хорошо. Вот статистика топ-десятки профессий, наиболее оплачиваемых в Украине. И с этой десятки три это представители айти специалистов. Очень хорошие по нашим меркам зарплаты, как вы видите. То есть есть мотивация, есть стимул нашим студентам овладевать этой профессией, но есть проблемы. И вот как раз предложение на вопросе это говорит об этом. Как мы пытаемся работать с этими проблемами? Еще одна особенность это то, что технологии в сфере профессиональной деятельности будущих специалистов айти изменяются очень быстро. Особенно программное обеспечение. Мы ощущаем достаточно серьезную конкуренцию на рынке образовательных услуг. Во-первых, это корпоративное обучение в айти фирмах, которые заботятся о том, чтобы их специалисты росли профессионально. Это платные и бесплатные курсы по подготовке айти специалистов, которые организовываются либо частными фирмами, либо реальными фирмами. И в этом плане появляется ситуация, что студенты идут не к нам в аудиторию согласно учебному плану. Они идут на те курсы, часто где им это интересно и где они видят определенную перспективу. И тут тоже есть большая проблема. Это пример подобных курсов, которые организовываются у нас в Черкассах. Скажем, тут представлены более актуальные вопросы для айти бизнеса, для айти разработчиков. И нам приходится с этим считаться. Что же делать? Какие есть пути решения проблем, с которыми мы сталкиваемся при подготовке будущих айти специалистов? Прежде всего, это широко использование технологий дистанционного обучения. Прежде всего, реализация смешанной формы обучения в ВУЗе. Это поддержка самостоятельной работы студентов. Это индивидуализация обучения. Это компьютеризированное тестирование. Это обратная связь через инкетирование. Это проведение дискуссий в форумах, чатах и так далее. В этом плане в университете разработана система электронного обучения ЧДТУ. Сейчас три факультета работают в этой системе. Я представляю факультет информационных технологий и систем. У нас есть своя система, которая сейчас активно поддерживает, вы видите с мобильным доступом практически по всем компьютерным специальностям. У нас на факультете 500 студентов. Сейчас, вы видите, среди пользователей около 400 студентов и практически все наши преподаватели. Мы подготовили базу. Есть монография, посвященная вопросам использования информационных систем для контроля и оценивания учебной деятельности наших студентов. Есть учебные пособия по системе электронного обучения в ВУЗе на базе Moodle, которые должны быть в издательстве. И если это вам интересно, я могу дать в открытом доступе в электронном виде. Мы разрабатываем электронные учебные курсы на основе единых требований. Опять-таки, буквально месяц назад были приняты требования по аттестации электронных учебных курсов в нашем университете. Достаточно серьезный, интересный документ. Если он вас интересует, я тоже могу оставить этот документ в электронном виде. Следующее направление, которое мы реализуем в учебном процессе, это использование облачных технологий. Тут есть несколько кластеров использования этих технологий в учебном процессе и подготовке IT-специалистов. Вот некоторые из них, которые мы используем. В частности, я как представитель математических дисциплин использую облачные технологии для решения специализированных задач, специальных задач. Прежде всего, это CESH, который работает на основе облачных вычислений. Это известный сейчас во всем мире проект «Вальфрам Альфа». Далее, следующий аспект использования облачных технологий – это разработка учебных IT-проектов, стартапов с использованием облачных сервисов. Вот мы говорили о проблеме разных сообществ и их использования в учебном процессе как раз создания подобных проектов. И вот видите, это программный продукт в открытом доступе TeamLab. Здесь мы создали среду для разработки стартапов, IT-стартапов. Остается свое сообщество. Примером такого проекта является проект «Логистика», целью которого есть создание веб-сервиса на основе СААС решения, которое бы дал пользователям возможно. Получать консультации в области логистики, создание глистических систем, получать образовательные услуги в области логистики на основе технологий дистанционного и электронного и мобильного обучения, решать реальные логистические задачи в сфере малого и среднего бизнеса. Это один из проектов. Следующая проблема, с которой мы столкнулись при использовании технологий дистанционного обучения наших будущих специалистов, это использование программного обеспечения. Я говорил о том, что оно очень быстро меняется. И если говорить о соответствующих курсах, то сделать так, чтобы студент имел необходимое программное обеспечение у себя дома, например, или на рабочем месте, и с ним мог работать и обучаться, это большая проблема. Это проблема с лицензированием, это проблема с поддикой и так далее, и так далее. Было создание технологий тонкого клиента для создания корпоративного облака университета, где настраиваются все основные необходимые пакеты для обучения и студенты по определенным правам доступа попадают в эту сферу со своим компьютером. Это один из путей решения этих вопросов. Следующее, на чем хотелось бы остановиться, это, безусловно, о чем уже сегодня говорили, это организация совместной учебной и научно-исследовательской деятельности студентов на основе сообществ использования 2.0. Тут мы только на начальной стадии. Я буду благодарен нашим модераторам, которые будут брать участие в этом семинаре. Я видел по названиям докладов, что эта тема будет обсуждаться и было бы интересно послушать их опыт. Ну и что еще хотелось бы сказать, что обучая студентов айтишников мы столкнулись с проблемой, что большинство наших курсов действительно устарели. Мы не успеваем обновлять контент этих учебных курсов, поскольку насколько все меняется. И пошли, в общем-то, по международному пути, по опыту и стараемся в университете создавать учебные научные центры ведущих фирм, центры сертификации. Вот опять-таки, говорю, это международный был недавно на конференции в Сумском государственном университете. Я был поражен, что у них около 10 таких центров работают при университете и студенты активно там обучаются, получают сертификаты и так далее. И вот вдохновенно в течение месяца мы провели определенную организационную работу и сегодня в ЧГТУ создается центр Хьюлит Паккард, это как первая ласточка. обучение на этих курсах, кстати, исходит исключительно с использованием технологий электронного обучения. Вот на этой схеме показана база из четырех курсов, которые даются в пределах этой программы. Что важно и очень интересно, это организация лаборатории Хьюлит Паккард, где стоит самое современное оборудование, где студенты получают возможность доступ и могут менять параметры настройки этого оборудования и так далее. То есть это идет фактически виртуальная лаборатория с реальным оборудованием. Далее мы пошли по пути подготовки и наших преподавателей по современным программам в области IT и с перспективой подготовки наших студентов и всех желающих через создание центра тестирования. Если, может быть, кто-то не знает, известная компания Сертипорт, которая занимается как раз обучением и преподавателей и студентов по различным программам, среди которых программы Хьюлит Паккард и Майкрософт, мы организовали такой локальный центр тестирования в нашем университете. Сейчас создана инициативная группа из 30 преподавателей, фирма Сертипорт дает нам возможность преподавателей бесплатно по программам обучения Хьюлит Паккард и буквально со следующей недели начинается такое обучение. Вот, пожалуй, такие определенные шаги, которые не спонтанные, это шаги продуманные, они аккумулировали мировой опыт подготовки специалистов в области IT. Может быть, эти подходы будут интересны, как я уже говорил, и для специалистов в других областях при организации обучения высшей школе. Я хочу сказать о том, что, слушая дискуссии по поводу электронной педагогики, я хотел бы сказать, что, наверное, может быть, и стоит ломать копию по поводу названия, а оно, скорее всего, как-то выкристаллизуется в ближайшее время. Я хочу поддержать идеи по поводу либо монографии, либо, как сказал Владимир Николаевич, книжки, где следует аккумулировать все современные идеи в этой области. И, возможно, в этом труде и будут сделаны первые шаги все-таки по некоторой формализации некоторых понятий, их обобщения, теоретизации, так сказать, и так далее. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Юрий Васильевич, там были вопросы в чате, посмотрите, там, гляньте, связанные, ну, чем-то поделиться там. Используется публичная, частная или смешанная облачная технология в названных проектах. Значит, в названных проектах, я отвечаю, используются смешанные облачные технологии. В тех программах по фирмам, то там частично они платные услуги. Для создания своих проектов и поддержки их в интернете мы используем свободно распространяемые, программные продукты открытые. Вот так я могу ответить на этот вопрос. Что касается вот виртуализации программного обеспечения, то университет, ну, в основном работает все-таки с продуктами Microsoft, ну, и некоторых других фирм, то мы в программе Microsoft, которая дает возможность использовать лицензионно, бесплатно их программное обеспечение, как раз через виртуализацию и корпоративное облако нам удается это делать. По нормативной базе, если у вас есть целый пакет, который состоит из 7-8 документов, которые утверждены на уровне ученого совета университета, если это будет интересно, давайте оставляйте свои реквизиты или вы видите мои реквизиты на экране, поделюсь с вами этими документами. Более подробно информативная база – это и концепция университета, это на преподавателя, это концепция центра дистанционного обучения, это и положение або тестации электронных учебных курсов, ну, и некоторые другие документы. Юрий Васильевич, вопрос осталось по поводу андроида. Вы готовите специалистов, программистов на андроиде? Для андроида. Опять связь у нас, да? Немножко тормозил. Ну, правильно. У нас немножко звук притормозил. Видео тоже, да? Меня слышите, да? Да, сейчас слышим нормально. В общем, немножко притормозил. Вопрос по андроидам. Вы программистов для андроида готовите? Что по андроидам? Программистов, разработчиков для андроида вы готовите? Да, у нас есть специальность компьютерные сети, и там мы готовим, ну, есть курсы, где мы готовим по поводу программирования под андроид. Значит, нет, да? Да, пожалуйста. Наджали. Так, и сейчас, Юрий Васильевич, вопрос из зала, сейчас. Юрий Васильевич, спасибо за замечательную презентацию. Некоторое дополнение. Существует такой очень интересный отчет, который готовится в Европе, который называется Central European IT Outsourcing Report. Он выпускался в 2010-2011 году, и за последние два года Украина стала в пятерки стран, которые предоставляют наибольшее количество аутсорсингов IT-услуг для Европы и для Соединенных Штатов Америки. И в соответствии с этой статистикой, 70% всех выпускников, работающих сейчас на рынке Украины, они работают не на Украине. Они работают на Соединенных Штатов и на Европы. Такое интересное как бы наблюдение. Я видела, что вы ссылались в основном на украинские ресурсы. Я думаю, вам будет интересно посмотреть замечания и комментарии со стороны европейских аналитиков, которые смотрят на наших специалистов в другой стране. Спасибо за интересное. Мне известна эта статистика, но вот, к сожалению, парадокс, но не парадоксом, что наше все-таки традиционное образование достаточно сильное, но я не держу себя, скажем так, надеждой, что это благодаря классическому традиционному обучению. В большинстве случаев это заслуга либо наших самих студентов, которые ищут пути повышения своей квалификации, вот за счет каких-то курсов, подготовки, переподготовки и так далее, и так далее. Поэтому, хотелось бы все-таки, чтобы вот этот процент наших студентов все-таки выходил и в частности из университетов, но я не говорю о ведущих технических Украины. Наш университет региональный. Тем не менее, мы выпускаем каждый год больше 300 выпускников IT. И вот хотелось бы, чтобы они пополняли этот кластер специалистов. Ну, говорить, что все они работают или большинство работают на, скажем, за кордон или за граниту, полно. Получают зарплату они большинство здесь и поддерживают собственную экономику, развивая IT в сферу за гранитой, они таким образом развивают ее и здесь. Спасибо. Ситуация с IT-специалистами в Украине очевидна. По крайней мере, на всех самых высоких уровнях звучало, и это известно и снизу, о катастрофической нехватке в последнее время и о низком уровне их квалификаций. То, что верхний слой смывается за кордон, это тоже факт. Тот, который остается, тоже работает в основном туда. Это все понятно. Но тенденция есть. Мы теряем. Украина была долгое время передовой, чуть ли не первой в мире по аутсорсингу. Мы теряем этот рынок, эта валюта, эта экономика, это, в конце концов, интеллект наций. Скажите, пожалуйста, не связываете ли вы это положение вещей, которые произошли в школьном курсе информатики? Известны ли вам эти трансформации? Как вы думаете, к чему это приводит в дальнейшем, чем это закончится? Превращение школьной информатики в курсы секретарей машинистов? Спасибо за вопрос. Сразу видно боль учителя. У нас похожая боль, поскольку проблемы с подготовкой наших специалистов зарождаются в школе. И, к сожалению, мы получаем в университетах абитуриентов, которые вроде бы и должны уметь использовать интернет-ресурсы и работать с поисковыми системами и каким-то образом использовать учебные ресурсы. К сожалению, этого нет. Там контактов, одноклассников и некоторых других сообществ. Наши первокурсники, в общем-то, ничего не знают. И это большая проблема. Поэтому есть опасность. Мы действительно теряем некоторые позиции. Как раз вот так. Наш подход направлен, чтобы мы каким-то образом, общими усилиями. Сейчас, например, отношения с учителями школ, с учителями информатики. Немножко как-то поменять вот это отношение к информатике. Я тоже небольшой сторонник пользовательской информатики, которая есть в школах. И это приводит, безусловно, к этим негативным последствиям. Наши студенты, которых мы принимаем, 5% могут алгоритмически мыслить. Это говорит о многом. То есть, практически, эта линия алгоритмизации и программирования просто утрачена. И это большой-большой минус. Спасибо, если я ответил коротко. Спасибо большое, Юрий Васильевич. У нас время заканчивается нашего вебинара. Следующая встреча у нас начинается через полчаса. Включение будет через 20 минут. Поэтому, пожалуйста, мы ждем Вас в онлайне. Насколько я помню, у Вас после 12 пар начинается. Ну, подключайтесь к нам и дальше. И мы надеемся на такое активное Ваше участие в нашем семинаре. Ну, и выработки тех вот решений, положений, которые здесь у нас, может быть, появятся. Значит, коллеги, мы с Вами прощаемся на 20 минут. Следующее заседание у нас начнет Никуличева Наталья Викторовна. Это Россия, Москва. Мы дадим слово Калиненко. Это Луганск. Ну, если их хватит времени, то, может быть, я выступлю. И, я не знаю, с Ляхоцком мы поговорим. Может быть, сейчас, да? Нет. Ну, следующее заседание. Да. Ну, вот, так что, через 20 минут, коллеги, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это было о pairах, как вы учитываете, если же я всё учитываю. судите вас скит, конечно… Она просит вспышку и ставить… ativo.